Доброе утро, дорогие друзья! Шавуа Тов! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору по книге Хитас. Хитас это Хумаш, Тейлим, Тания. И сегодня у нас недельная глава Трума. Называется Трума. Сейчас мы подумаем, как перевести это слово с эврита. Слово Трума. И сегодня первый день недели. Первый день изучения новой недельной главы. Значит, сегодняшний урок для рифа шлема. Всех, кто болеет. Среди тех, кто слушает урок. Чтобы если у вас есть близкие, за которых вы хотите помолиться, чтобы они выздоровели. То вот этот урок для выздоровления всех ваших близких, которые нуждаются в выздоровлении. Рифата нефеш в рифата гуф. Выздоровление души и выздоровление тела. Потому что животная душа это программный код, который потом выражается в здоровье. И если есть на духовном уровне у человека есть сбои. Сегодня это называется психосоматика. А в Торе это называется нефеш. Животная душа человека. Если есть сбой в этой животной душе, то это обязательно потом выражается в сбоях в здоровье. И ученые сегодня открыли, назвали психосоматикой, а мы это знаем. Поэтому молитва, чтобы было излечение души, излечение тела, помогает человеку исправить корни заболеваний. И как следствие, следствие это уже какие-то симптомы, которые есть. Значит все, чтобы было рифа шлема. Значит это лайфхак в молитве. Если ты молишься за кого-то, то что нужно тебе, тебе Всевышний ответит в первую очередь. Так оно работает, потому что идет такое намерение. То есть ты хочешь, чтобы было хорошо кому-то. И Всевышний, он же работает в нас. Всем шалом, привет, Яков Шатань. Чтобы было рифа шлема. Всем, кто болеет близким. И Борух Бен Сара, у него прям реально очень пошло, слава Богу, сильное выздоровление. Уже врачи не думали, что даже он может выйти. Некоторые, да. Но вот с Божьей помощью у него прям реально пошло в улучшение. Прям я еще, я очень верю в силу молитвы. Это моя главная вера в силу молитвы. У меня даже старшего сына зовут Эли Шама. Бог меня услышал, потому что я много раз в жизни убеждался в силе молитвы. И каждый раз, когда я вижу, как это работает, у меня просто еще раз, я усиливаясь в вере, хочу передать эту веру всем, что молитва невероятно работает. И есть несколько нюансов, которые большинство людей не знают в молитве. Но если вы будете их знать, вот Гриша Цибульский, например, да, то вам это очень поможет. То есть молитва, еще раз, нужно молиться за других в том, в чем ты хочешь, чтобы Всевышний помог тебе. Это очень важная вещь. Второе. Нужно молиться о том, что нужно тебе для того, чтобы было от этого польза другим людям. Например, я когда молюсь за здоровье своего отца, чтобы он выздоровел, я хочу с помощью вот этого выздоровления помочь другим людям найти правильный путь в жизни. Потому что молитва – это самый правильный путь в жизни. Иногда Всевышний нам дает какие-то проблемы специально только для того, чтобы мы начали молиться. И когда вы это поймете, когда ваши близкие это поймут, те, кто заболели, это поймут, ради этого все и было. И я хочу, чтобы выздоровление моего отца помогло всем вернуться к Всевышнему, начать молиться, начать благодарить Всевышнего за то, что есть хорошего в жизни. Это тоже невероятная вещь, которая прямо, ну, невероятно важна. Потому что когда ты благодаришь за то, что есть Всевышнего и вспоминаешь о нем каждый день, не надо тогда тебе напоминать с помощью болезни и неприятности о его существовании. Вот, это как бы такие два главных лайфхака в молитве, что ты просишь, первое, за других в том, что нужно тебе. Второе, ты просишь то, что нужно тебе для того, чтобы было тоже хорошо другим людям. И тогда эта молитва, она входит в резонанс с добром Всевышнего, с его желанием всех поставить на духовный путь приближения к Всевышнему. То есть Всевышний дает нам все условия в жизни только для одной цели, чтобы мы про него вспомнили и чтобы мы пробудили свою душу и дали пищу своей душе. Тора, молитва, благодарность и добрые дела – это пища для души. И когда мы эти три ингредиента, да, три блюда соединяем вместе, душа, она становится сильная и человек радуется, да, то есть это он соединяется с источником невероятной радости. А когда он дает пищу только телу, причем пищу удовольствия, то особенно неправильными способами, то как раз в этот момент, в этот момент ему кажется, что он тело делает лучше, да, когда люди там обжираются. Вау, как вкусно, как вкусно, как вкусно. Потом бах, ожирение, больница, смерть, не дай бог. Все, двигаемся дальше. Сегодня у нас глава называется Трума. Трума, открываем книгу Хитас. Пожалуйста, сейчас я вам сброшу, сброшу даже вам в комментарии, а вот уже есть закрепленный комментарий, вы можете перейти вот это, видите, telegram.mivacro2625 и скачать книжечку, по которой мы учимся, Хитас, и подписаться на наш канал, где вы можете получать уроки. Если вы пропустили урок Торы с утра, то в этот канал примерно через полчаса после урока приходит ссылочка на его запись. Поэтому вы можете, если вы даже пропустили, то вы можете потом спокойненько в этом канале, телеграм-канале получить этот урок. И там почему удобно получать? Потому что вы можете им делиться. Это невероятно повышает тоже очень качество жизни, когда вы другим помогаете. Доброе утро, Раиса Васильевна. Доброе утро. Все, я со своей тещей могу как раз через урок каждое утро здороваться. Очень прекрасно. Утром могу сказать спасибо своей любимой, уважаемой, дорогой теще. Хорошо. Теперь, значит, сегодня 28-е Швата. Заканчивается месяц Шват. Последний месяц зимы заканчивается по еврейскому календарю. И начинается Адар. Адар – это первый месяц весны. Как раз во вторник начинается первый месяц весны. Адар – месяц, когда мы увеличиваем радость. Мишенихнас Адар, Марбимбисимха. Есть заповедь, начиная со вторника, каждый день увеличивать количество радости. А так как этот год, он высокостный, то в этом году два Адара по еврейскому календарю. Два будет. То есть мы будем в этом году 60 дней подряд увеличивать в радости. Прям каждый день добавлять, добавлять, добавлять. Не знаю, правда, как это получится. Но будем стараться. Будем стараться. Такая заповедь. Жизнь состоит из заповедей. То есть ты обычный человек, он сам должен придумывать, что себе делать. Или же ему придумывают окружающие люди, что делать. А религиозный еврей, он живет по торе. У него из Шелхонорова вот такая вот, не такая книжка, а вот 4 тома вот такой толщины. Это только самые такие часто встречающиеся дела. И у него все регламентировано. Вот сейчас наступает Адар. Умножаем в радости. Как? Вот я главу прочитаю, буду знать. То есть будет вся система, как умножать в радости. Отлично. Хорошо, друзья. Все. Теперь, значит, дальше. Обредение неба на земле. Большим то вучи. Такая идея сегодня, да? Любович Сереба нам добавил такую одну идею, как обрести рай на земле. Он сказал так, что жизнь каждого состоит из 42 странствий, соответствующих 42 странствиям сынов Израиля в пустыне. Когда евреи вышли из Египта, Бог их вывел из дома рабства, сделал чудеса и вел в Израиль в землю, текущую молоком и медом, то, что называется обетованное, то, что он обещал про отцам эту землю. Так, он не сразу их привел, было 42 этапа, 42 стоянки. Как Большим то был такой великий учитель, он сказал, что жизнь обычного человека тоже состоит из 42 вот этих вот переходов. Иногда эти странствия, продолжает он, кажутся более приятными. Иногда менее. Надо копать глубже и глубже, чтобы отыскать в них предназначение и добро. То есть, очень глубочайшая мысль, как оказаться в раю на земле. Происходит с тобой что-то неприятное, например, с тем-то, да? Не дай бог, кто-то заболел. Значит, человек, который заболел, он в этот момент мобилизует все силы своего организма и он мобилизует все свои желания, чтобы выздороветь. И когда он мобилизовал, он вдруг понимает, что есть средства, которые он не использовал. Это молитва, это просьба, это... Итак, то есть, у него за счет вот этой ямы, за счет болезни, что в ней хорошего? Это мобилизация всех сил организма и всех сил души для того, чтобы выразить, выздороветь. И это очень интересно. Я недавно читал в книге одного психолога, что он, когда заболел и чуть не умер, он после этого начал ценить жизнь. Он говорит, когда я выздоровел, я после этого начал ценить жизнь, каждый момент жизни, у меня просто произошла внутренняя трансформация. До болезни я жизнь не ценил. Второй раз он пишет, после этого он заболел еще раз, и он говорит, я понял, что такое настоящее счастье. У него перекрыло мочевой пузырь, и он, пока ему не вставили там катетер, он чуть не взорвался там от боли, он говорит, я такую боль никогда в жизни не чувствовал. И когда меня эта боль отпустила, я понял, что счастье это не где-то там в горах, не где-то там в каких-то сверхдостижениях. Счастье это когда у тебя болело и перестало болеть. И вот это счастье. И таких моментов счастья можно найти у себя очень много. Просто мы их не ценим, а создаем себе наоборот недостаток, сравнивая существующее с придуманным фантазией идеалом, и создаем себе вот этот вот постоянный разрыв, на который и обращаем свое внимание. А то счастье, которое есть вот в каждый момент жизни, маленькие вот эти вот штучки, которые вот оно, как я хочу это, как я хочу это, как я хочу это, но в них нет заряда такого, что я вот сильно хотел и получилось, и мы их не замечаем. Поэтому в любом, то что сказал нам Баальшемтов, да, он говорит, если тебе какой-то твой переход жизненный, да, кажется неприятным, надо копать глубже и глубже, чтобы отыскать в них предназначение этого перехода и добро. Везде есть добро. Всевышний, он нам дает вот эти все переходы, как уровни компьютерной игры. Это как все его побуждение, только добро. Как мы уже это сделаем для себя? Свобода выбора. Хочешь так, принимай, хочешь по-другому, хочешь так, интерпретируй, хочешь по-другому, хочешь глубже копай, хочешь не глубже, хочешь рассмотри это все как взаимодействие со Всевышним, и тогда тебе сразу открывается какая-то вообще новая реальность. Или ты рассматриваешь это как взаимодействие там с ситуацией, с человеком и так далее. Хорошо, теперь, значит, сегодня мы начинаем главу, которая называется Трума. Значит, Трума, та предыдущая глава называлась Мишпаким, Суды. Суды, значит, в ней рассказывалось в этой главе о взаимоотношениях между людьми, о финансовых взаимоотношениях, о ущербах, которые иногда люди приносят друг другу, о ущербах, которые приносят имущество людей друг другу, когда бык забодал, например, там, корову у соседа, да, или там, собака укусила, не дай бог, кого-то. То есть страшные вещи. И, значит, как вести себя во всех этих ситуациях? Глава Мишпакима, она это все регламентирует. И тут начинается следующая глава, вот, в которой мы сейчас находимся, она называется Трума. Трума, это само слово переводится поднятие, да, то есть то, что человек посвящает Всевышнему в храм, то, что он посвящает, вот, например, там, то, что называется отздока и так далее, все это можно назвать одним словом Трума. Трума, это переводится слово лучше всего вознесение. Ты как будто бы берешь материальную вещь и возносишь на духовный уровень. Давайте почитаем чуть-чуть, и потом я вам скажу очень интересную идею, которую я слышал, почему эти главы соприкасаются друг с другом. Почему вначале идет глава, видите, как идет, такими качелями. Вначале идет глава Итро, Дарование Торы. Стояли они возле горы Синай, слышали заповеди Всевышнего в молниях, в громах, там, я бог всесильный твой. То есть они просто поднялись на самую высокую высоту. Потом Машер-Абейну им говорит, бог сказал вам сообщить законы. И начинают их просто, если кто-то кого-то убьет и забьет, там, ну, такая чернуха, просто, знаете. Криминальная хроника, следующая глава Мишпатим, это конкретно подходит под описание криминальная хроника. Вообще собрали весь криминал, который только может быть вообще у людей. Изнасилование там есть, там есть грабеж, там есть убийства, там есть побои. В общем, там есть страшные, там есть скотоложества, там есть эти самые колдуны, которые колдуют. Ну, в общем, страхи. И тут вдруг переход такой сразу опять. Трума. Начинается глава так. «И сказал Бог Машер-Абейну, пророку, говоря, «Дабераль бне Исраэль, скажи сынам Израиля, в икху ли трума, мэтколь иш ашер итбену любо». И сказал он так, «И возьмите мне труму, возьмите мне вознесение от каждого человека, у которого сердце его хочет дать, да, хочет дать вот эту труму, тикху эт трумато, трумати, возьмите мою труму, возьмите мою вот это вот вознесение». Вообще формулировка очень странная, очень странная формулировка, потому что, как бы мы сказали на месте Бога, да, если бы, ну, нельзя так говорить, но как человеческим языком должно строиться предложение? Значит, скажи сынам Израиля и дайте мне труму, то есть вознесите мне труму, дайте, а тут написано «и возьмите мне труму», то есть скажи людям «и возьмите мне тздаку». Что, как возьмите, дайте, значит, сейчас мы узнаем, почему так Всевышний сказал. Значит, дальше идет объяснение, вот она трума, вот это вознесение, которое возьмете от вас. Золото, серебро и медь, значит, разного, разные ткани, разные ткани, там, красная какая-то шерсть, покрашенная в голубой цвет, специально была кровь моллюска такого, которая красила в такой голубовато-зеленый, как море. Значит, дальше, возьмите шкуры баранов, бараньи шкуры, которые покрашены в красный свет, и шкуры были такие животные в то время, назывались тахашим, у них была очень цветная такая сияющая шкура, возьмите эти шкуры, возьмите дерево, дерево такое возьмите, да. В общем, Бог сказал, чтобы взять все вот эти вот штуки для строительства передвижного храма. Называется это на русский, почему-то переводят странным словом «скиния». Но вообще это был такой шатер, шатер, в котором был святая святых, и это был как передвижной храм, который был разборной храм, который с ними был, шел по пустыне, и его на стоянках, когда они останавливались, его собирали, дальше будет подробно его конструкция, его устройство, как конструктор лего он такой был. Потом, когда Всевышний говорил, надо переходить с этой стоянки на следующую, его разбирали, специально было кто что несет, там очень четко все это показано, приходили на новое место, и там его опять собирали. И здесь струма, это с каждого человека, каждый, кто хотел дать от чистого сердца свое приношение, значит, чтобы этот храм был, это не имущество всех, это был вклад всех, чтобы каждый, причем интересно, на жертвоприношение брали с каждого по одной серебряной монете, чтобы у всех был равный вклад в жертвоприношение. Там какие-то детали, основные детали храма брали с каждого равный вклад, чтобы у каждого была равная доля в этом храме. А вот уже там на украшение каждый давал от чистого сердца то, что хотел, вот это свое личное вознесение давал на этот храм. Значит, дальше идет, что там еще надо было дать, было масло какое-то специальное, были какие-то специальные травы, которые там воскурения какие-то были, особенные воскурения, которые состояли из каких-то там огромного количества составляющих. Потом были камни, камни шоам, это какие-то оникс переводят на русский, камни шоам, камни какие-то были особые драгоценные, полудрагоценные камни, То есть, делали серьезно, красиво очень вот этот вот временный храм для пустыни. Ваасули мигдаш, и Бог говорит, и сделают мне мигдаш, делают мне святилище, вешаханти бетухэм, и буду я пребывать в вашей среде. То есть, тут интересно, я не в храме, Бог не в храме находится, а Бог находится в среде тех людей, которые построили храм. Вот прямо такая формулировка, то есть, сделайте мне святилище, если у вас внутри есть вот это намерение святости, намерение дать от чистого сердца, намерение быть близкими со Всевышним и служить Всевышнему, выполнять его заповеди, которые состоят из предыдущей главы, честность между людьми, это первая заповедь, то тогда я буду пребывать в вас, не в вашем храме, а именно в вас. Сейчас я скажу, почему вот здесь очень интересный акцент на этом. Значит, это разговор же Бога с Моисеем, с Машер Абейну, он Бог ему говорит, как все, что я тебе показываю, это тамнит образец всех принадлежностей, так и сделайте. То есть, Машер Абейну, чтобы было понятно, когда Машер Абейну поднялся на гору Синай, и он 40 дней был на горе Синай, Машер Абейну, он стал новым творением, то есть, он был просто конкретно передатчик между Всевышним и этим миром. То есть, он был как, ну там, сегодняшним языком понятно, он был компьютер, который принимал сигнал от Всевышнего без искажений и передавал этот сигнал на понятном другим языке. И Всевышний ему показывал, как все будет, то есть, все эти чертежи, вся Тора была. Он был как некий облачный сер, облачный такой есть хранилище, да, Айклоуд. Так Машер Абейну, он был вот это облачное хранилище, которое записало всю информацию от Всевышнего и передавало ее в том формате, в котором люди могли это воспринять. И Бог говорит ему, все, как я тебе покажу вот эту всю конструкцию и все принадлежности, так же и сделайте это. Значит, дальше идет объяснение, в Ковчеге было самое, не в Ковчеге, в Скинии в этой, да, в Мишкане, на иврите это Мишкан, это передвижной такой, передвижной храм, назовем это, да. В нем было еще специальное место, которое называлось Святая Святых, это было такое специальное место, где стоял внутри Ковчег, в этом месте это было самое божественное присутствие, то есть, там было искажение пространства, то есть, вот этот Ковчег, который стоял в Святой Святых, он был больше, чем Святая Святых по размеру, но именно он туда становился. И вот в этой Святая Святых, эта комната, был Ковчег, сейчас описывается, какой будет Ковчег. В Асу Арон, Арон это как такой шкафчик, коробка, и сделают коробку из дерева, из дерева Шитим, какое-то специальное дерево под названием Шитим, это дерево подготовил еще Якова вину, он про отец Яков, когда спустился в Египет, у него было пророчество, он насадил специально это дерево, которое сказал, когда Бог вас вспомнит и выведет из Египта, значит, вот это дерево возьмите с собой. И там было специальное дерево Шитим, и должна была быть эта коробка, это Ковчег, это еще святее, чем Святая Святых. Аматаем вахет сиархо, значит, два с половиной локтя его была длина, вот-вот локоть, видите локоть, примерно 60 сантиметров. Значит, еще один локоть, 120 сантиметров, еще 30, значит, 150 сантиметров длина была этой коробки, и длина вахет сиархба, ширина его была один локоть с половиной, значит, 90 сантиметров. Вот локоть, вот еще половина, значит, коробка 150 сантиметров, два с половиной локтя длину, полтора локтя ширина, и высота была такая же, как ширина, локоть с половиной. И тут интересно, начинается очень интересная вещь, и покрой его чистым золотом снаружи, и чистым золотом внутри. То есть, что это значит? Значит, была сделана деревянная из этого дерева, деревянная коробка, два с половиной локтя длиной, полтора локтя высотой, полтора локтя шириной, и была сделана еще одна золотая коробка снаружи, покрытие снаружи, и золотая коробка внутри. То есть, понятно, да, было трехслойный такой, внутри дерево, снаружи золото и изнутри золото. Такой вот был ковчег. И сделай на нем золотой венец вокруг, и поверху его за, как это называется, а, уже 25 минут прошло, поверху нужно было сделать еще золотом все это запаять, запаять, покрыть, и сделать такой по краю венец, чтобы был золотой. И, значит, все, на этом мы сегодня останавливаемся. Дальше должно было быть шесты, которыми их носят. Четыре кольца, и шесты в эти кольца вставляются. И шесты потом, когда вставят туда, тоже покрытые золотом, нужно было сделать на краях шестов такие утолщения, чтобы их нельзя было выточить, то есть уже засунули, и они не вытаскиваются. Теперь то, что я хотел сказать. Почему такой идет порядок глав? И троглава, получение Торы, потом идут законы между людьми, весь криминальная хроника, и потом идет законы Трума. Здесь есть два главных объяснения. Значит, первое объяснение такое, что когда была дарована Тора, то нужно быть готовым к получению Торы. И человек, он состоит из животных его инстинктов, и пока ты эти животные инстинкты не преодолеешь, это глава Мишпатим, криминальная хроника, то Тора на тебе не удержится, то есть оно должно подходить. То есть только человек, который, у него исправленные качества, он честный, он может получить Тору. Но без Тора он не знает, что такое честность и как правильно вести дела. Теперь, и почему потом, после того, как они получили эти законы, и сказали на законы криминальной хроники, на Севынишма, сделаем и потом будем разбираться. Мы обещаем точно, что мы все сделаем. Они сказали, прям поклялись. После этого Бог говорит, хорошо, теперь сделайте мне храм, чтобы вот это вот воспоминание о даровании Торы, чтобы мое присутствие было постоянно с вами. По камесь вы будете идти в пустыню, по камесь через 400 лет вы не построите основной храм в Иерусалиме. И сказал Бог, трума, трума, то есть приношение цдака должно быть только из честных денег. Вы не можете украсть друг у друга и потом идти в храм давать эти деньги. Не работает. Вы не можете ворованное, нечестно заработанное, то, что вы там под проценты взяли и так далее. Вы не можете, пока вы не отдали долди, например, у человека есть долди. И он берет и несет деньги там в храм и так далее. Нельзя так. В первую очередь Всевышний сказал, будьте честны друг с другом, ведите дела честно, а потом только из честных денег дайте мне труму. Вот это вот связь между главами, которую отмечают наши мудрецы-комментаторы, почему именно в таком порядке идет. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов. И изучаем, значит, скачиваем книжечку Хитас, изучаем подробно предыдущую главу Мишпатим, где указаны конкретно главные законы честности между людьми. И потом, значит, поднимаемся на уровень духовности и начинаем давать труму приношения Всевышнему, то есть строим ему пристанище в этом мире. И еще раз, не место является пристанищем Всевышнего, а тот человек, который делает вот это святое место, где он от чистого сердца хочет, чтобы больше было присутствия Всевышнего в этом мире. Все, еще раз всем Рифуа Шлыма, полное выздоровление родственникам, близким, кому нужно выздоровление, чтобы было полное выздоровление, чтобы было полное выздоровление Борух Бен Сара, и чтобы прям Рифуа Танэфиш, Рифуа Тагуф, и чтобы у всех было много благословений. Все, удачи, успехов, до завтра, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok